Это агентство специальных расследований, я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Вы верите в астрологические прогнозы? Я вот нет, признаюсь честно. Наверное, излишне говорить, что большинство современных ученых считают астрологию лженаукой. Но есть и еще кое-что. Конспирологи утверждают, что астрологи намеренно скрывают от нас некий 13-й знак зодиака, так называемый змееносец. Но зачем? Неужели существует заговор астрологов? Если верить гороскопам, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев родился в год красной огненной лошади. В середине октября. По знаку зодиака он в весы. Вот только сам певец астрологам не верит. На мой взгляд, это полная ерунда, на самом деле. Я родился в семье двух профессоров. Не получил, слава богу, крещение и закончил механико-математический факультет МГУ. Как всякий прагматик и атеист, Алексей Кортнев называет астрологов гадалками, а их гороскопы считают вредными. Главный девиз музыканта – полагаться на себя, а не на предсказания. Вот и его песни о том же. При малейшей возможности быть кем-нибудь, надо быть. При малейшей возможности смыть эту муть, надо мыть. О том, кто изобрел астрологию, историки спорят до сих пор. Есть разные версии. Древние эллины, египтяне, шумеры, индейцы майя и даже славяне. Был интерес у древних халдеев, у других народностей. Принципы классической астрологии еще в первом веке до нашей эры изложил древнегреческий астроном и математик Птолемей в своем труде Тетра Библос. Астрологи имеют дело с гороскопом. В этом гороскопе есть все 12 знаков, 12 планет, 12 домов и куча аспектов. Плюс еще там полторы сотни жребий, которые можно использовать для трактовок различных. В таком случае откуда появились сомнения в достоверности классической схемы? Несколько лет назад астролог из Миннесоты парки Кункли перевернул мир гороскопов. Ученый заявил, что классические 12 знаков зодиака безнадежно устарели. За последние 3000 лет позиция Земли по отношению к Солнцу изменилась и появился новый зодиакальный знак – змееносец. Именно он определяет теперь ход многих событий. Солист группы НАНА Владимир Политов родился 6 декабря. И согласно классическому гороскопу, он стрелец. Но однажды музыканту рассказали, что на самом деле он змееносец. Вот если бы не ваш брат журналист, я бы никогда не узнал о существовании этого знака. Об этом сказали года полтора назад. Пригласили на съемку программы подобные про знаки зодиака. О 12 знаках зодиака, так же, как и об основных четырех стихиях – земля, воздух, огонь и вода – Владимир Политов слышал. И что они из себя представляют, знает. А вот каково быть змееносцем? Я могу вообще находиться в таком, в аморфном состоянии, когда я ничего не хочу делать. Мне хочется просто валяться, тупить, я не знаю, в компьютер или в телевизор. А бывает, наоборот, такой энергетический подъем, что хочется вот что-то делать, делать, делать. Так что же это за таинственный 13-й знак? Существует гипотеза, что знания о змееносце получили предшественники людей древние арии от некой исчезнувшей цивилизации. Этот знак зодиака правит примерно две недели между скорпионом и стрельцом. Рождаются в конце ноября месяца, а именно, между 15 и 25 ноября. Вот это люди, и то редко достаточно, когда там ни одна планета – Солнце, Луна, Меркурий, допустим, или там разные, другие планеты. Вот на границе скорпиона и стрельца. Самый известный российский астролог Павел Глоба признается, что о существовании змееносца знает давно. Зодиакальное созвездие змееносца существует на небе. И, естественно, оно было известно с глубокой древности, это правда. Солнце по нему проходит сейчас в декабре месяце. Рожденным под знаком змееносца свойственны целеустремленность и напористость. Они много раз в жизни терпят крах, но всегда поднимаются, как феникс из пепла. Германия, вот смотрите, несколько раз возрождалась, а в гороскопе Германии очень сильно выражен знак змееносца. И сколько раз после Первой мировой войны она из руин поднималась. Что такое падать и снова подниматься, змееносец Владимир Политов испытал на себе. Не так давно лопнул музыкальный проект группы «Нана» в Америке. Певец вернулся в Россию и снова собирает залы. Вот насчет целеустремленности, как-то у меня так не очень хорошо. А в плане выживаемости, да, я могу гарантировать, что выживу в любых условиях. Останутся на земле только крысы и я после ядерной войны. Змееносцами были Нострадамус, Христофор Колумб и Михаил Ломоносов. Гении, каждому из которых тринадцатый знак зодиака вручил свою черную метку еще при рождении. Многие люди змееносцы с драматической судьбой. То есть они всегда, так сказать, и на переднем плане, всегда они пытаются что-то изменить. Тальков, тоже, так сказать, Достоевский. Это все влияние знака змееносца. Так почему же большинство современных астрологов не говорят о существовании змееносца? Может быть, просто не хотят ломать привычную систему? Число двенадцать зодиакальных знаков было, ну скажем, более удобным в обращении, чем тринадцать. Оно могло делиться на три или четыре. Оно вообще очень удобное в обращении, двенадцать. С ним были связаны четыре стихии. Неужели тринадцатый знак вычеркнули из списка только из-за неудобства в расчетах? Конспирологи выдвигают свою гипотезу. С древних времен существует заговор астрологов. Змееносец, он содержит в себе только плохие звезды. Мы можем взять какое-нибудь другое созвездие, там будут хорошие. Скажем так, рядом будет там созвездие лебедей, там хорошие звезды. Писатель-фантаст Вадим Филоненко в своей книге «Завещание змееносца» также попытался объяснить, почему тринадцатый знак предан забвению. Писатель уверен, все дело в библейской истории о змеи-искусителе. Почему-то у древних евреев он считался нечистым символом. Не то, что символом, а змея считалась нечистым. Сатана прикинулся змеей, то, возможно, здесь вот такая связь, то есть она, может, отсюда пошла. Хотя, может быть, и другая параллель. Возможно, что когда-то в древности была война с представителями, скажем так, змей-людей. По древнегреческим мифам, во время восхождения змееносца, пролетавший над землей на огненной колеснице сын солнца Фаэтон, сжег все живое, и на поверхность из космического хаоса вышли чудовища. Змея всегда лицетворяла некую тайную силу, которая, ну, как этот змей мудрости, да, на древе познания добра и зла, который искушал праматерь Еву, да, это тот же самый идея, которая заложена в созвездии Змееносец. Сторонники этой версии уверены, Змееносец – несчастливый тринадцатый знак. Он настолько противоречивый и демонический, что астрологи предпочитают его избегать. Ну, этого знака не существует, на самом деле. Есть тринадцатый созвездие. Вообще, вот в астрологии мы работаем с двенадцатыми знаками, каждый знак по тридцать градусов. Так или иначе, история со Змееносцем – лишь один из многих сомнительных эпизодов в истории астрологии. Прямо перед записью программы мне принесли мой персональный гороскоп. По знаку зодиака я весы, родился в год змеи, и оказывается, не простой змеи, а деревянный. Итак, этот человек отличается незаурядным умом и прекрасным вкусом. Умеет оказаться в нужное время в нужном месте. Его стихия «воздух» чаще всего реализует себя в творчестве. Звучит, конечно, лестно, но, согласитесь, такие черты в себе может найти любой человек. Основной упрёк в адрес астрологии – это неконкретность и обтекаемость предсказаний. Многие учёные открыто заявляют, суть таких практик состоит в том, чтобы создать универсальный прогноз. Под него легко можно подогнать любые события из жизни. Просто использовать свои знания или псевдознания для того, чтобы просто обманывать других. С другой стороны, у неё есть и свои успехи. Так, в 1930 году американский астролог Джон МакКормак предсказал сильный ураган. В указанный день стихия действительно обрушилась сразу на несколько американских штатов. Сразу после этого астролог получил большие заказы от правительства на новые исследования. Получается, астрологические формулы и таблицы всё-таки работают. Есть защитники астрологии, есть противники, есть даже люди, которые говорят «сжечь вас на костре» своего рода инквизица. Астролог Сергей Пименов к нападкам со стороны коллег-учёных давно привык. Поэтому накопил целый арсенал аргументов в защиту своей науки. Самое простое – это когда на восходящей луне или на заходящей луне сеять определенные виды зерновых культур, чтобы был урожай или неурожай. За века существования астрология научилась просчитывать подобные закономерности, говорит Сергей Пименов. Единственное, не стоит забывать, что любой гороскоп нужно составлять индивидуально. Ко мне приходят женщины и говорят, я хочу выйти замуж, а у меня там 3-4 претендента, и все вдруг начали там руку и сердце предлагать, а я должен выбрать одного единственного. Официальная наука подобные прогнозы высмеивает. Астрофизики давно доказали – планеты, а тем более созвездия, никак не влияют на человека. В любом случае созвездия – это просто кусочки небесной сферы, то есть кусочки неба, которые вы видите в том или ином направлении. Физическими объектами созвездия не являются. Астрофизики считают, что серьёзно можно говорить лишь о гравитации. Остальные поля, потоки частиц и излучения от звёзд и планет на Земле так слабы, что их едва улавливают сверхчувствительные приборы. Луна – это прежде всего приливы. Собственно, про приливы знали все давно, и мореплаватели. А Солнце, ну это, во-первых, оно посылает нам свет, посылает нам тепло. Случаются различные события вроде вспышек, магнитных бури и так далее. Нет, никак не за годы и за месяцы. Звучит убедительно. Но почему это не мешает астрологам убеждать нас в обратном? Почему мы так верим в то, что звёзды и знаки Зодиака оказывают на судьбу такое сильное влияние? Люди становятся всё более слабыми, всё более и более зависимыми. Когда у населения нашей страны отняли коммунистическую идеологию, попытались всунуть обратно христианскую религию, остаётся уповать на какую-то хрень, да, типа звёзд. Зодиакальный знак России – водолей. И в гороскопе найдутся совпадения. Как и этому знаку, жителям нашей страны свойственно впадать в крайности. В годы перестройки россияне рьяно бросились в пучину астрологических прогнозов и предсказаний. Александр Зараев помнит, как однажды ему даже пришлось просчитывать клиентке, почему у неё начались осложнения после пластической операции. Она рыбая, сделали как раз на так называемом 12-м поле, по-моему, 10-го февраля. Я посмотрел этот день, говорю, слушай, вот тебе нельзя было в этот день делать операцию. Она говорит, почему? Я говорю, потому что Луна в Овне, в соединении с Марсом, и любые операции на лице в это время делать нельзя. Оказалось, что ей, когда сделали небольшую операцию по удалению морщин, она ослепла на оба глаза. В 90-е годы в России буквально помешались на гороскопах. Люди женились, крестились, покупали квартиры и автомобили только после консультации с астрологом. Вот мне человек объясняет, я вон с Германией, перегнали мне машину. В этот день я получил на руки ключи. Дают мне эту дату. Я смотрю, эту дату травматическую, она там, потери финансовые. Я говорю, а что с этой машиной уже было? Вот вы её год пользуетесь. Он говорит, она уже горела, у неё колёса на полном ходу отлетали, у неё там что-то документы оказались не в порядке. Одни проблемы, я уже думаю, правда. В 2006 году на электростанции под Екатеринбургом произошёл загадочный пожар. Вот эта электростанция, значит, сгорела. И когда прошёл ровно год, день в день, она опять замкнула всю систему. Вот это что? Именно после этого ЧП, утверждает Сергей Пименов, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс обратился к астрологам. Историки нашли свидетельство, что даже Иосиф Сталин пользовался услугами звездочётов. Свои предсказатели были и у президента США Рональда Рейгана. Из более поздних времён, ну, мы знаем, что Рейган советовался, что у него была там женщина-астролог, которая давала ему рекомендации, что время, кстати, его инаугурации также было подобрано в соответствии с её советами. Астрологи утверждают, что Гитлер проиграл битву под Москвой из-за неблагоприятного расположения звёзд. Когда, например, провозглашали ГДР, не посоветовались с астрологами, и астрологи бы ни в коем случае не порекомендовали бы провозглашать страну в момент затмения. Вот, потому что государство, провозглашённое в момент затмения, солнечного или лунного, неважно, оно как бы не жизнеспособно. Сами астрологи признаются, что они могут просчитать лишь вероятность развития событий, негативная или положительная. А результат всегда зависит от человека. Так стоит ли слепо доверять звёздам? Итак, выскажу своё мнение. Астрология явно себя скомпрометировала. Возможно, некоторые специалисты действительно выводят закономерности и добросовестно высчитывают персональные гороскопы. Я даже готов поверить в то, что они иногда сбываются. Но верить тому, что печатают в газетах, по крайней мере... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова